МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РД-пятёрка! Наша уникальная переклинать для школьников, уникальна даже и в этом. Мы начинаем встречать Новый год раньше всех. У нас сегодня встречаются две команды, которые никогда раньше не сталкивались в РД-пятёрке на наших ресталищах. Слева от меня в синих шарфах команда Гомельского городского лицея, который руководит Максим Маршов. А справа от меня в красных шарфах очень-очень волнуется команда Государственного областного лицея Ксения Митина-Капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу напомнить, что интеллектуальным процессом в 1-м городском лицее рулит Зоисельна Пашкова, а в областном лицее окормляет этих замечательных детей Ольга Леонидовна Климович. К сожалению, их сегодня нет в нашей новогодней студии. Они на очень и очень важном задании. Каждая на своём. Ну, тем не менее, им аплодисменты. Команды. Итак, внимание. Первая проба сил. Блеф. Игра. Максим, кого вы отправляете в бой? Алёшу. Алёша. У него самая сильная интуиция. Ксения, у вас? Александра. Итак, Алексей против Александра. Вперёд. АПЛОДИСМЕНТЫ А точнее, Алексей против Александры. Такой без кнопки пока вопрос. Александра, верите ли вы, что нашу уникальную телеигру поддерживает Гомельский областной исполнительный комитет? Верю. Отлично, правильно делаете. Алексей, верите ли вы, что организует съёмки телерадиокомпании Гомель? Да, верю. И это правильный ответ. Так что вы хорошо начали. Начнём. Итак, правильный ответ на блеф в игре. Пять очков. Верите ли вы, что ёлка, если её не срубят на Новый год, может прожить лет триста. Фальстарт. У вас за этим очень строго следит наш электронный судья. Александра. Верю. Да, вот такая продолжительность жизни обычной еле. Триста, четыреста, может даже и пятьсот лет. Пять очков заработала Александра для своей команды. С почином вас. Играем. Верите ли вы, что Лапландия, где живёт Санта-Клаус, находится в Швеции? Не верю. Не верите и правильно делаете. В Финляндии находится Лапландия. Верите ли вы, что планету новогодних ёлок придумал итальянский писатель Джанни Радари? Да, верю. Да, есть такая у него сказка, прекрасная. Верите ли вы, что фея Бифана приносит новогодние подарки маленьким французам? Да. Да. Нет, маленьким итальянцам она приносит. Фея Бифана – это итальянский персонаж. И заканчиваем. Верите ли вы, что Пушкин в детстве очень любил украшать новогоднюю ёлку? Фальстарт у вас, Александра может ответить. Верю. Нет, дело в том, что в те времена ёлки ещё не ставили даже в господских домах. Это вторая половина 19 века. Итак, после блеф игры у нас счёт 10-5 в пользу областного лицея. До игры! Итак, сейчас вы услышите пять тем нашей дуэль игры. Областной лицея такой, ух, уже весь натопырился, городской тоже готов. И за пять секунд вы решите, какая тема кому больше нравится. Потому что одна тема, один человек. Такое наше правило. Итак, внимание. Тема «Наша Беларусь». Это первый бой. Великий и могучий тема о русском языке. Тема второго боя. Точные науки. Ну, любая из точных наук. Это будет третий бой. Четвёртый бой. Замечательная тема «Дальние страны». И пятая тема историческая. Пятый бой «Пыль веков». Итак, у вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперёд! Великолепно! Очень быстро чувствуется, что очень хорошо подготовлены дети. Очень умные. Но всё-таки лицей городской, областной. Всё-таки это марка. Итак, начнём. Максим, тема «Наша Беларусь». Кто у вас лучше всех знает нашу любимую синявокую краину? Дима. Дима. Прекрасно. У Ксении Митиной? Саша. Итак, Дима против Саши. Вперёд! Александра, это ваш последний выход. К стойке у нас больше двух раз не ходят. Вот сразу, видно, Ксения решила опробовать своё самое мощное оружие, которое вывело сразу команду вперёд. Итак, внимание. Наша Беларусь. Этот архитектурный памятник был первым из белорусских внесён в список ЮНЕСКО. Александра? Национальная библиотека. Нет, это не национальная библиотека. Может, знает Дима? Это... Раз, два. Дворец Пасхевичей. Это мирский замок на самом деле. Теперь вы это знаете. Играем. Славяне начали расселяться по территории Беларуси в первые века этого тысячелетия. Да? Первого. Первого тысячелетия, конечно же. Пять очков заработал. Играем. Закон о языках наш требует от всех руководителей владения этими языками. Русские и белорусские. Абсолютно точно ответ, Саша. В этой области живёт полтора миллиона человек в 21 районе. Фальстарт у вас, Дима. За этим очень строго следит наш электронный судья. Александра, у вас есть шанс? Это... Гомельская область. Гомельская область. Гомельская область, вы считаете? 21 район в области, плюс 4 района в городе Гомеле. 25 районов. Да, браво, Саша! И заканчиваем. Дорога М10 из Гомеля через Добруш ведёт в эту страну. Она ведёт в Россию. Правда? Вы не боёте, в Россию ведёт! Да! После первого боя дуэль игры, 20-15, впереди областной лицей, следующий бой. Тема второго боя близка мне, как бывшему учителю русского языка и литературы, великий и могучий. Максим, кто у вас готов показать свой великий и могучий? Кирилл готов. Кирилл готов показать. У Ксении. Яна. Итак, Кирилл против Яны. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Внимание! Итак, внимание! Сейчас проверим вашу подготовку. Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Автора цитаты назовите. Естественно, вы его не знаете. Есть такая фишка у зондаков. Не знаешь, что отвечать? Отвечай Пушкин. Это сказал Александр Сергеевич Пушкин. Теперь вы это знаете. Дальше. У существительного «конь» такое окончание. Да. Нулевое. Нулевое, конечно же. Браво. Играем. Во фразе «Стёпка, хочешь щец фи» умещаются все такие звуки русского языка. Да. Глухие. Отличный ответ. Да. Это замечательная учительница русского языка, у которой был всего один ученик, носила фамилию Яковлева. А вот имя-отчество вы её знаете с детства. Ну, один ученик у неё был, учила она ему. Он по-французски сначала болтал, как маленький француз. И только Арина Родионна Яковлева научила маленького Пушкина говорить по-русски и научила его любить русский язык и русские сказки. Играем. Во времена этого императора появились заимственные слова в русском языке. Амуниция, алгебра, лоцман, ассамблея, зонтик, матрос и так далее. Пётр Первый. Пётр Первый, Пётр Великий. Итак, после того, как нам Кирилл и Иоанна показали свой Великий и Могучий, счёт 25-25. Равная игра. Тренировщий бой. Ну что ж, на Великом Могучем русском языке чуть-чуть догнал город, область, городской лицеи областной. Посмотрим, что будет на точных науках. Чем славится издавна городской лицей. Максим, кто идёт? Я. Хорошо. Ксения у вас? Максим. Максим против Максима. Вперёд! Ну что ж, любая из точных наук, любой вопрос. Поехали. Это вещество химики называют универсальным растворителем. Максим? Вода. Вода, конечно. Играем. Приставка «мили» означает «меньше во столько раз». Фальстарт у вас, к сожалению, у Максима. У Максима есть шанс. Три. Тысяча. В тысячу раз вы правы. Играем. В какой физической величиной определяется, так сказать, быстрота совершения работы? Да. Ваты. Ну, ваты. А величина? Что измеряется в ватах? Мощность. Конечно, сразу назвал единицу, осталось только назвать саму величину. Играем. Линейное уравнение с одним неизвестным имеет столько решений. Ну. Два. Сейчас. Максим? Одно. Одно, конечно же. Играем. Бык. Бык бежит со скоростью 36 км в час. А сильный и испуганный человек, за которым гонит совык, со скоростью 10 метров в секунду. Кто бежит быстрее? Да. Они бежат, бегут с одинаковой скоростью. Абсолютно точный ответ. 36 км в час равняется 10 метров в секунду. После темы точной науки. 35-40 снова перееду с новой лицей. Следующий бой. Дальние страны. Географическая тема. Я знаю, что есть в команде городского лицея человек, очень любящий географию. Максим, кто это? Саша. Это Саша уже? Да. Саша полюбил географию. А Ксения у вас? Я. Итак, о, это серьезно. Сам капитан идет на тему. Итак, Александр против Ксении. Вперед! Итак, внимание. Три страны входят в Европу только частично. Фальстарт у вас. К сожалению, к сожалению, я не дочитал еще вопрос. Итак, три страны входят в Европу только частично. Одна из них Россия. Назвать любую из оставшихся двух. У вас 5 секунд, Ксения. Дания. В Европу только частично? Да, Гренландия принадлежит Дании. И? А Гренландия к Европе не относится? Вот я бы не сказал. И так, на самом деле, входит частично в Европу. Хороший ответ, да. Глубокие знания. Но, по-моему, слишком глубокие. Россия, Казахстан. Немножко в Европе. И Турция. И в Азии, и в Европе. Играем дальше. Эта страна в Тихом океане, неподалеку от Австралии, расположилась на двух островах. Архипелага Северном и Южном. Да. Новая Зеландия. Великолепный ответ, да. А эту страну назвали авансом, надеясь найти там серебро. Не нашли серебра. Фальстарт, Ксения. У вас есть шанс, Александр? Тишина? Пять секунд. Пускай это будет Австралия. Увы, серебро Аргентум. Аргентиной. Арджентино. Назвали ее, но серебра не нашли. Играем. Из кантаты чилийского поэта Пабло Неруды. В школе с детства нас учили, нет страны чудесней. Саша? Чили. Отличный ответ. Хорошо. Эта страна со столицей в городе Бейдзин, мировой лидер по количеству населения. Да. Китай. Бейдзин это Пекин, да. Почему-то мы называем Пекин. И 45-45. Александр сравнивает счет. Следующий бой. Пыль веков. Историческое тело. Последнее из тем нашей дуэль игры. Кто остался? Леша. Леша. У Ксидии? Егор. Леша против Егора. Вперед. Удачи вам, ребята. Начнем. В 16 веке с его тезисов началось движение реформации. Петр. Петр. Понятно, это неправильно. Ответ прошу вас. Оба. Движение реформации. Не знаю. Мартин Лютер прибил свои тезисы к дверям храма. Играем. Теперь вы это знаете. Вернее, обновили в памяти. Восточная Римская империя в конце первого тысячелетия нашей эры называлась... Да. Три, две, одна, прошу. Священная. Нет. Ребятушки, столица... Да, да, слушаю тебя. Византийская. Византийская Византия, конечно же. Плеска и очков. Нормально, нормально. Источник многих знаний о Древней Руси – это творение монаха Нестора. Оно называется... Опа. О, чувствуется, что на пыль веков послали математиков. Оно называется «Повесть временных лет». Играем дальше. Седьмого декабря... Седьмого декабря 1941 года японская авиация атаковала американскую базу... Да. Перл-Харбор. Перл-Харбор, да. И заканчиваем тему. При марафоне, при марафоне, греки одержали победу над ними. Опа. Над кем? При марафоне они над сербами были. Над сербами, господи. Вот тут и не... Ну, 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 ну. Не помню. Не помнишь. Алексей? Над персами. Над персами, да похоже, но... Я пересчитываю. Над персов пересчитываю. Я представляю, ребят, представьте, сколько... Какой стресс у человека, который впервые вышел к нашей игровой стойке. Не стоит его за это корить. Поэтому аплодисменты. И это хорошо. 55-50. Впереди городской лицеем мы играем следующий бой. Вопрос, несколько вариантов. Ответа нужно выбрать нужный. Тема «Родная литература». Дрожите. Максим, кто пойдет на родную литературу? Кирилла. Кирилла пойдет. Туровский. А Ксения у вас кто? Максим. Итак, Кирилла, супрать Максима. Клиласка, на первое. Ну, отказывать можно так само на матчиной. Ну, а кто больно нервуется, то можно и на москальской. Гуляем. Мой родный Кут, як ты мне милый, забыть тебе немаю силы. Это А. Купала. Б. Колос. Ц. Богданович. Так. Купала. Купала. Разумею. У вас? Колос. Колос, разумела. Это с новой земли. 10 школ зарабил человек. Гуляем. У разделе литература эпохи середневедча лишним, лишним будет. А. Евросиния Полоцкая. Б. Кирилла Туровский. И. Ц. Франциск Скорина. Кирилла Туровский. Кирилла Туровский. Кирилла Туровский. Кирилла Туровский. Франциск Скорина. Скорина, разумела. Не уходить он. Усередневедча. Гуляем. Микола Гусовский надруковал свою поэму «Песня про зубра». А. На белорусской. Б. На польской. Ц. На латине. Так. На польской. На польской не. Ну. На латине. На латине, разумела. Пять очков на подборы. Аутор пьесы «Пинская шляхта». Это А. Борщевский. Б. Боушевич. И. Ц. Дунин Мартинкевич. Так. Вариант А. Вариант А. Не Борщевский. Кирилла Туровский. Б. Б. И не Боушевич. Дунин Мартинкевич надруковал, написал «Пинскую шляхту». Гуляем. Иван Шамякин, наш славутый земляк, николи не писал твор под назвою. А. Сердце надолуни. Б. Знак беды. И. Ц. Гандлярка и поэт. Ну. Выбирайте. А. Б. Ц. Один. Так. Ц. Ц. Гандлярка и поэт. Это Шамякин. Ну. Что засталось? Может быть, Б. Б. Знак беды. Это Василь Быков. Так. Снова на подборы. Пять очков. Який у нас лик, калиласка? 60. 65. Областной лицей впереди. Играем. Сегодня особенно красивая у нас слайд-игра. Раньше люди выискивали, что же там такое нарисовано. И буквой обозначено русского алфавита. Такая азбука у нас была. Сегодня мы просто будем любоваться великими произведениями мировой художественной культуры. Сегодня у нас картины. Как русских, так и зарубежных художников. Называете картину, получаете как положено. Называете еще и художника. Бонус еще пять очков. Итак, внимание. А, Максим, кто у Вас так великолепно слушает и смотрит на уроках мировой художественной? Я. Ага. То есть это Ваш последний выход. Максим, у Вас на последний бой идет кто-то другой. Итак, внимание. Тяня. Егор. Егор. Итак, Максим против Егора. Вперед. Итак, внимание. Впереди областной лицей. Начинаем с Вас. По пять шансов у каждого будет. Итак, начинаем с Егора. Егор, слайд для Вас. Абсолютная тишина в студии. Прошу. Название картины. Тишина. Тишина. Тишина в зале. Максим, у Вас есть шанс. Это девочка на шаре. Так. И это Пикассо. Девочка на шаре Пабло Пикассо. Десять очков получил за подбор. И пять очков бонуса за правильный ответ по автору. Продолжаем. Максим. Название. Тишина. Не. Егор. Нет. Нет. Люди хором. Девочка с перциками. Девочка с перциками серов. Конечно же. Вот так оно все было просто. Так, играем с Егором. Егор. Три богатыря. Так. Ну, тоже Вознецова. Вознецов. Ну ладно, человек, я не буду придираться. Все-таки у нас товарищевская игра. Картина называется «Богатыри». Ну, в народе ее называют «Три богатыря». Ну, что же делать? Двадцать очков прибавьте человеку. Пятнадцать за правильный ответ и пять бонуса. Максим. Айвазовский, девятый вал. Двадцать очков. Прекрасный ответ. Егор, для вас слайд. Тишина, 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 тишина. Тишина. Можете с бонуса начать. Тоже с бонуса. Не, ну. Я забыл автора. Забыл автора. Не, 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 сейчас. Звоните же. Сейчас, тут их много. Тут их много? Авторов. Авторов много. Да, как сейчас представляю. Собрались и каждый... Не, не, подходящий. Понятно. Три, две. Не знаю. Не знаю, Максим. Ван Гог «Звездное небо». «Звездная ночь». Ван Гог, видите, как я тоже ласково могу принять. Ван Гог «Звездная ночь» был подбор. Человек на подборе взял десять очков, плюс пять очков бонус. Играем мы теперь с Максимом. Максим, прошу. Это «Мунг-крик». «Мунг-крик» – одна из самых дорогих картин в истории искусства. Плюс двадцать очей. Егор, прошу вас. Еще святая троица. Так, троица, а автор? Великий иконописец русский. Ну, иконописец... Не знаю, иконописец. Ну, без очков, естественно, уже. А, без очков. Без очков. Тогда не надо. Тогда не надо. Вот какой у нас Максимский пердяй. Бесплатно не говорим. Это Андрей Рублев. Всем очень хорошо известный. Тем не менее 15 очков на Андрея Рублева заработал наш Егор. Для Максима слайд, прошу. «Грачи прилетели». «Грачи прилетели». «Грачи прилетели». «Автор». «Грачи прилетели». 15 очков уже есть, называйте обоих, потом выберите. Ну, Репин и Воснецов. И Воснецов. Не, не Воснецов, там вдруг какая-то. Ну, Репина. Репина, решил, Репина. Илья Репин, да, прекрасно. Максим, играем с вами. Купание красного коня Петров Водкин. Купание красного коня Петров Водкин. И, по-моему, это последний слайд. Максим, кто у вас преподавал или преподает мировую художественную? Не помните. Тем не менее, кто бы это ни был, он может гордиться Максимом Маршовым. 165-120, городской лице впереди. Итак, разрыв невелик. Можно его исправить. Риск, игра. Все темы нашей дуэль-игры, но единственная игра со штрафом. Правильный ответ, плюс 20, неправильный, минус 20. Максим вывел себя из активного оборота, из активного состава. Два раза сходил, блестяще сходил, не спорю. Но кто заменит его в финальной игре? Прошу. Александр. Александр. Ксения, кто у вас? Пойду я. Великолепно. Александр против Ксении. Вперед! Очень серьезная Ксения вышла. Саша, у меня к вам такой чисто интимный вопрос. Вы у нас олимпиадник. Да. А предмет? География и английский. Отлично. Ксения, а у вас? Английский и география. Вот такая чудесная встреча возле новогодней елки. Поговорили по-английски, о географии и вот на всю жизнь. Бывает. Все, играем. Риск игра «Наша Беларусь». Благовещение на Беларуси не только церковный праздник. В народе это еще и праздник прилета этих птиц. Наша Беларусь не хотят рисковать. Товарусильный изо всех сил машет крыльями на заднем плане, изображая птушку бусла. Пролетают на благовешение буслы. А, истаем. Играем дальше. Великие и могучие. Для уважительного обращения в русском языке используется эта двучленная формула, состоящая из уважительного обращения. Из чего состоит? Вряд ли такая уж демократия в лицеях. Вы обращаетесь к своим преподавателям, учителям по имени и отчеству. Играем. Точные науки. На этой планете астроном Скиапарелли обнаружил в 19 веке каналы. Позже коллеги его поправили. Планета с каналами. Ой! Еще такие человечки живут. Да. Марс. Марс, конечно! Плюс 20. 165-140. Внимание. Дальние страны. Вторая река этого континента Парана. На языке индийцев Гуарани это значит большая река-континент. Да. Южная Америка. Это правильный ответ. 165-160. Внимание. Диадохи, бывшие друзья и соратники, после его смерти разделили великую державу. На куски. Александр. Ну что? Умер он. И разделили диадохи великую державу Александра Македонского на кусочки. Я же подсказывал вам, Александр. Счет 165-160. Победил городской лицей. Саша. Теперь практически равная игра. Городской лицей. Областной лицей. Дипломы от телерадиокомпании Гомель. Вечное ваше пользование. И от нашего замечательного постоянного партнера мойки самообслуживания на объездной 4Г. Реальные цены. Очень хорошая автохимия. Все виды автомойки. Приезжайте. Все проверено. Все хорошо. Самомойка на солнечной объездной 4Г. Спасибо ей за наши сладкие призы. Ищите нас в телепрограмме. Включайте нас. Смотрите нас. РУД пятерки. Самое главное. И лицеисты сегодня это подтверждают. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Редактор субтитров А.Семкин